Говорят, что Турция очень сильно изменилась, цены выросли, и вообще сюда больше даже не стоит приезжать. Нас здесь не было практически 7 месяцев, поэтому мы проверим, насколько изменилась Турция. Сегодня мы вам покажем много различных цен. А еще мы сегодня наконец-то покупаемся в Средиземочке. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Начинаем новый сезон Турция 2024. Так, у нас тут выпуск с подарков начинается. Мирошки, паровозик вон, пригнали. Вон, будете молочко, смотри. Не-не, здесь не надо, они еще раз зальют, я же сказал, здесь не надо. Нет, здесь мы не едим, правда, я забыла. Дима теперь депутат на большой машине, встречает важных гостей. Я теперь маршрутчик. За проезд перерезайте. Да, пожалуйста. Пока едем по пути, увидел заправку. Бипишка. Сейчас посмотрим, значит, по цене прям самая важная деталь. Нам же нужно будет заправляться. Итак, 42 лиры средняя цена. Можно все это дело умножать на 3 и получается, ну, грубо говоря, там 130 рублей. А это второй ответ на вопрос, где мы будем жить и куда мы едем в Турцию. Куда мы еще можем ехать на Кемер? Только Кемер, только вон. Да, Дим? Конечно. Все. Самое лучшее место на земле. Ну? В котором есть все, я тут как местного гора Чалыш, пожалуйста, виднеется. Мы сразу сходу в отель, но не отдыхать, а чисто Димасик нам с дороги собрал этот сухпоек. Ну, конечно, а то, думаю, приедут голодные, холодильник пустой. Пока куда-то идти, надо же накормить друзей. Мирова! Мирова! Ой, ребятки, я не знаю, как вам передать через камеру этот кайф, в котором мы сейчас... Кто давно за нами наблюдают, я думаю, узнали, да? Этот комплекс, натурленд 2, наполнили бассейн. Здесь вот все газончик, все уже есть, все красиво. Так, и здесь вот в квартире будем жить какое-то время. Сейчас уже заселимся и рум-тур будет. Из Новши здесь вот лифт запустили. Последний раз, когда мы здесь были, лифта не было. Ну что, ребятки, добро пожаловать в нашу новенькую квартиру, в которой мы какое-то время поживем. Прихожка, там гостиная, значит, сразу 2 комнаты. Здесь душевая, пошли сначала в комнату, в эту. Это будет наша снастенка, здесь огромнейшая стоит кровать. Панорамное, стекление, все как мы любим. Здесь вид у нас вот в этот прекрасный лес. Здесь также шкаф, так сказать, встроенный с большими, значит, зеркалами, что тоже прикольно. Внутри у нас пылесос, гладилочка и утюг. Так, а с этой стороны у нас... Так, вешалочки. Идем далее. В прихожке стоит тоже шкаф, куда у Настенка уже припарковалась и вещи, собственно, Настеночка. Детская комната будет, здесь стоят 2 кровати, прям суперкруто на самом деле. И небольшой комод. Вот, не знаю, может быть, они его будут использовать как стол, что навряд ли. Так, идем далее. Самое сердце квартиры, это, конечно же, гостиная. Огромный каменный стол, красивые стульчики, большой телевизор, диван. Также панорамное стекление. Здесь вот она классная белоснежная кухонка. У нас будет посудомойка. Это, в принципе, в турецких квартирах всегда. Да, красивая посудка, крантики. Так, ну здесь все понятно. Чайничек турецкий, микроволновка, духовочка, вытяжка. Так, здесь нам Димчик сделал подгончик, тортик. Дал то, что я вначале показывал, там еще игрущики какие-то. Вот, и у нас, собственно, вот холодильник. Пожалуйста. Ну и, конечно же, самое крутое в Кемере, ребята, это виды. Виды на эти высоченные горы. И смотрите, какие они у нас. Погнали. Выходим мы, значит, на наш балкончик. У нас стоят вот такие стульчики, столик, сосны и сумасшедшие виды на эти великолепные горы. И сейчас вот солнышко. Вот тут воздух, его хочется вдыхать, есть, да, и вот оно прям вот тут, это вообще неприятно. Такое вкусное, такого нигде нет вкусного. Мы когда изначально показывали этот комплекс, я говорил, что этот комплекс просто топовый. Во-первых, здесь, посмотрите, здесь минимум квартир, всего лишь два блока. У вас потрясающие виды, потрясающий лес и бассейн, за который люди платят деньги, чтобы купаться с таким видом, он ваш. Берете и купаетесь с чистейшей водичкой, его вот недавно прям набрали перед нашим приездом, а? Как вам квартирка, ребятки? Давайте скорее в комментариях ее обсудим. Здесь, кстати, вот у нас, пожалуйста, есть еще сушилка и инвентарь. После дороги, естественно, нужно покушать, да? Показал, там в отеле мы заезжали, Демасик вообще так суетнулся, набрал нам еду. Давай, конечно, разрываем, мы очень сильно голодные, нас не кормили. Так, что здесь вкусного? Ай, курица, рис, фасоль. Как пахнет, это так, блин, я как будто домой вернулась. Домой приехали, конечно. А вот здесь вот, посмотрите, турецкие сладости. Как же мы скучали, ребятки, я думаю, что мы тоже скучали по этим видам, квартирам, вкуснятинким, вот этим турецким. Начинаем новый сезон Турция, 20-24, ребятки. Да, хоть и заезд в Турции у нас был непростой, немножко стрессовой, денежки улетели, ну ладно. Зато теперь мы здесь можем находиться и реально приехали как домой, вот ощущения вот правда такие. Все, садимся, кушать, сейчас настенка быстро все погреет. Ну и как же без ванной комнаты, да, здесь собственно у нас большое зеркало, раковина, шкафчик, хотел сказать микроволновка. Все, я очень сильно прям подустал. Стиральная машина, унитаз и душевая кабина. А тем временем дети начинают раскладывать уже все чемоданы, забили комод своими игрушками. И смотрите, как я убрал. Давай. О, да. А, Мироша, посмотрите, как я. Класс. О, и еще один класс. А мы тем временем разгоняем суету с деньгами. Теперь нужно снова гонять деньги на турецкий счет. Короче, есть некий дискомфорт. Я думал, что UnionPay будет проходить. Да и в этом банке у UnionPay была функция такого платежа на турецкий бан. Что-то сейчас нету, я не знаю. Кто в курсе, в комментариях напишите. В общем, сейчас разберемся и пойдем сходим сразу в первый в магазин. Сладости есть, чая нет. Нужно молочка еще купить и водички. Такую небольшую покупку сделаем. Хоть мельком пробегусь, посмотрим по ценам что-то как. Вот всегда, когда мы в Кемере, я всегда говорю, как я обожаю вот эти виды. Но вот эти горы. Они невероятные. Они потрясающие. Смотрите, какая красота. Просто... И вот так вот, да, 29 февраля. А мы вот так в футболочках. Круто. Иду в магазин, сейчас куплю чай, молоко и воду. Посмотрим, как там изменилась Турция по ценам. Многие про это говорят. Но я убежден, что в плане мира изменений особо-то и нету. В плане Турции, да. Но она сейчас выровнялась просто в мире. Так, ну вот, чай. Классный. 81 лиру стоит. Здесь 500 грамм. Берем. Вот такие салфетки, 3 пачки влажные. Мы брали по 45. Или 49 лира, что такое. Теперь 79. И в два раза. Молоко вот такое брали обычно. Так, вот оно. 27,50 стоит. Подробнее все потом посмотрим на большой закупке. А вообще вот, ну яйца, например, на глаз не попали. 90 лир, 30 яиц. На самом деле, очень соскучились по турецкому чаю. Он действительно здесь очень вкусный. Вот сюда вот усыпается заварка. Здесь кипятится вода. Потом включается на подогрев. Вот так вот ставится. Накрывается. Заваривается. Сейчас будем пить чай, как вы уже поняли. С турецкими сладостями. Ой, вкуснятина. Ой, ребятки. Таиланд Таиландом. Ну вот это, это просто невероятно. Сидишь на балконе. О, ну вы посмотрите. Ну, как? Ой, я не могу. Берешь вот так вот чашечку. Вот так вот, ваше здоровье. Дынь. Какой кайф. Берешь пахлаву. Какой кайф, да? Как же ешь, да? Мы собрались и едем в отельчик для того, чтобы отметить приезд. Там же турецкие ночи. Хотя нет, по-моему, сегодня без турецкой ночи. Это просто будет, просто ужин. Взяли пакет. Здесь подарки ребятам. Сейчас им тоже подарим. Вон уже Рушка. Вон, парни побежали встречать друга. Здесь будет встреча Мирошки. Он, наверное, и не помнит. Иди встречай скорее Мироша. Давай, встречай своего друга. Иди, иди. Иди, встречай. А Мирошка? Это что за мужчина такой взрослый? Обняться с Мирончиком. Мироша, Русик. Ну что вы его напали? Он даже не знает, бедно растерялся. Он же не такой. Иди поздоровайся, Мирош. Иди подарки вручай. Мирош, иди сюда, это Русик. Иди, вручай подарки своему другу. Он, бедно, растерялся. Что надо сказать? Давайте, Русик, не даривайся. Спасибо. Дим, но коль ты теперь у нас на бусе, понимаешь, ты должен вступить в наши ряды. Ты меня посвящаешь? Да. Тебе такая же футболочка, вон лап, ты ерожи. Мой любимый черный цвет. Ты меня в черном цвете, да? Да, коль ты жена воллафера, тебе тоже. Спасибо. Все, следующий выпуск придется вас в титры вписывать. Подождите, это чаек из Ланки. Спасибо большое. И чтобы ваше чаепитие было тоже клевое, это тоже наши фручки. Держите. Ой, спасибо большое. Ну, а сюда можно мусор складывать, там, что-то. Нас, пожалуйста, в центр Кемера, ладно? Хорошо. За сотку. За проезд передавайте. Хорошо, давайте, передавайте все дружно, быстренько. Так, непривычно в отеле. Такая тишина, но он работает. И работал вообще круглый год. Здесь из новинок поставили диваны. Здесь, то есть, холл теперь полностью обеспечен так вот новенькими диванами. Сразу так уютнее стало. За приездом. Кемера! 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 Тасть человека! Мы же собрались, за нами сейчас должен Димка заехать. И мы отправимся двумя семьями собирать апельсины. Здесь апельсин очень много, вот я даже голову поворачиваю направо и вижу вот эту картину, поэтому в принципе и налево, если посмотреть, то уже растут апельсины. Карета подана, прыгаем и едем. Наконец-то весна, 1 марта. В машину залазь. Мы приехали в очередной отель Викингарден Hotel & Spa. Это тоже отель викингов. Мы здесь были как-то на турецкой ночь, кто смотрел наши те выпуски прошлого года. Уже знаете, мы сюда огромной тусовкой завалились. всей большой семьей Викингарден. Да, короче, сразу пол-отеля мы заняли. А сейчас у них здесь есть апельсиновая плантация. И мы сейчас хотим здесь пособирать. Димасик взял с собой даже вот эту турецкую телегу. Вот так вот они валяются, никому не нужные, падают. Поэтому мы сейчас здесь соберем, а потом сок будем делать. Что может быть прекрасней, да, Родион? Прям с дерева. На этом дереве осталось буквально там штук десять апельсин. Все, мы все собрали. Почти, почти полная телега, а по соседству мандариновое дерево. Дерево, лестницу уже переставили, осталось только залезть. Опа. Ой-ой-ой. Ну все понятно, минус очки. Ладно. Прям с дерева берешь, срываешь, чистишь. Ой-ой-ой, ребята. Вот это самая крутая сейчас пора в Турции, когда все цветет. Еще не такая жарюка, но уже можно купаться. Дай мне мандаринов. Офигеть. Дай еще мандаринов, у меня тут детей голодных много. А еще есть? Здесь вот видите апельсин и апельсин, вот эти пустые уже деревья и одно дерево полное. Вот мы прям пришли, сейчас было полное, не успел подснять. Но смысл в том, что вот смотрите, с одного дерева мы собрали полную телегу апельсин. Учитывая, что у нас уже две сумки там полные, вот еще телега сейчас будет. И Дима ушел еще за пакетом. И этот сорт называется выжимайка. Вот они могут до следующей осени висеть. Самое вкусное как раз под апельсиновый сок делать фреш. Короче, будем мы, ребятки, отпиваться. Дело сделано. Урожай собрали. Да, осталось убрать лестницу за собой. Сколько килограмм? Я думаю, что килограмм 50, наверное. Все вместе вот эти вот пакеты. Не больше думаешь? Ну, может быть и больше. На рынок пойдем, узнаем. Сколько денег поднимем. Сколько денег заработаем. У меня сегодня просто потрясающее рабочее место. С видом на Тахталы. Там у нас детвора бегает во дворе. А я увидел, что у нас привезли воду. Воду заказывали последний раз. Вот последний раз, когда мы были в тур, что там июль получается. Сейчас посмотрим, какая будет цена на этот раз. Здравствуйте! Теперь водичка стоит 95 лир. Я аж это, я аж попутал. А была 45. Ну, в два раза. Но если переводить на наши, это 280 рублей. По-моему, у нас такие же цены на доставку воды. Что-то 300 или 350, по-моему, за бутыль. Кто точно в курсе, напишите в комментариях. Мы сейчас двигаемся в магазин, в большой. За основу возьмем МММ Мигрос. Это достаточно большой Мигрос. Здесь даже свежая рыба продается. Ее могут почистить. А пока в Кемере жили, тоже сюда ездили прямо на закупки. У нас сейчас нет колес, поэтому много, в принципе, мы не затарим. Но посмотрим по ценам. Хотя будет понятно, насколько они изменились. И я думаю, что мы все поймем прямо сейчас. Я не припомню, что было такое раньше. Вот появилась готовая еда. Такие вот наборы. Вот. Чорба. Суп. Доматеси, чорбаси. Еще какой-то супец. Правда, по ценам не пойму, сколько это стоит. Ну, вот, по-моему, цены. Фрукты и овощи, конечно, лучше смотреть на рынке. Ну, в принципе, в любом случае картошка, вот, 17 лир стоит. Молоко было по 17, да. Сейчас по 27. 27-50. Ну, такое, как мы обычно берем. В принципе, это. В 101-м такая же цена. Хлеб теперь по 7 лир. Такой вот этот народный хлеб. Вот еще немножко по овощам покажу. Манго. 59. Это за штуку. Одет. Одет. Это штука. Это килограмм апельсины 16. Я думаю, на рынке можно дешевле взять. Яблочки за килограмм. Кабачочки. Баклажанчики. Ну, это все на рынке, на самом деле, нужно брать. Не в каких супермаркетах. Брали вот такую гранолу. Даже в Тае такую брали. 90. Но в Тае она была 100 бат. Ой, 100 бат? Я не помню. По-моему, по 100 бат. Ну и здесь. Такая же цена. Они бы вот эту брали. Ну, я не помню, как мы брали. Да, да. А вот за 61 она, кстати. Да, да. Вот мы эту брали и минусы вот такие вот тоже брали. Наши любимые макароны. Борилла. Стоит 25 лир. 500 грамм. Не 400, не 450. 500. Все. Мы не будем брать много, потому что, да, мы без машины. Поэтому возьмем по чуть-чуть, но все основное. Любимые оливки и маслины. Огромнейший ассортимент. В принципе, цены вот видны. Мы обычно вот такие вот берем. Сейчас вот 32 стоит. Я не помню, сколько они вообще стоили. А, нет, вот черные. Это же компания. А, вот да, мы брали. Мне не нравится. Теперь мясо, да. Смотрите, если брать курицу большую, да, но цельную. Это вот 90 лир. Есть еще вот за 75. Правда, я вот, ну, не знаю, какое надо разбираться. Есть и грудка. Самая дорогая, в принципе, у нас. Вот 150. Хотя у нас, по-моему, сейчас уже дешевле. Цена за килограмм. Вот 169 мы тоже брали. Вот такой вот. В общем, вот. Пока мы тут курицу с вами смотрели. Вон, дети уже айрана нам нагрузили. А не знаю, что себе брать. В туристических городах можно купить вот сметану. Видите, прямо так написано. 93 лир стоит. Тоже сметана. Вот еще сметанка. 105 уже стоит. Смотри, какой на русском. Кстати, вот. Нифига не прокачали. Давай возьмем творог маленький потом. 156. Это у нас. 350 рублей. Но здесь много скушек. Вес там. 750 грамм. А мы берем тоже по чуть-чуть у нас. Сейчас посчитаем. Ну, да. Ну, по сырам здесь тоже выбор огромный. Мы вообще обычно так брали, типа, вот такой. 214 за 400 грамм. Либо вот такой. Вот. В принципе, достаточно вкусный. Можно любое, на самом деле, брать. Масло обычно мы берем вот такое. Ну, это еще полкилограмма. 149. Надо чуть поменьше взять. Вот, начали мы 250 грамм. Вот такое берем. 75 грамм. Что мы берем? Я беру. Вот, что я говорил. Здесь, вон, рыбки огромный выбор. Вот рыба тоже сразу видно. Была всегда по 119. Вот ее брали. Теперь 190. Да, можно. Ой, насенка увидела. Тайская еда. Ну, это не тайская. Это же это... Мы такие покупали в 7-11 там, да. Прикольно. Прикольно. Так, здесь вот большая разновидность, значит, всяких разных групп. Перловка есть, кстати, насенка. Раньше вообще не могли найти перловку. 20 грамм стоит. Не кричи, Мираж, пожалуйста. Вот щавица есть, красная такая. Ну вот, давай вот такую возьмем. А почем она? Ну, я не знаю. Я просто не могу объяснить. Я сказал нет. Ладно, ладно, ладно. В этом году осенью пиво стоило по 25. Потом мы приехали в 23 году, оно стоило по 50. А вот сейчас вот по 65. А Ефес по 60. Здесь в Кемере выборы. Ездят такие автобусы, играет громкая музыка. Что может быть вкуснее, да? Ай, Ранчика. Где он такой? Мы дома. Ребятки, у нас вышло 3 пакета. Сейчас по-быстренькому вам расскажу, что взяли и в итоге сколько всего вышло. Потому что, в принципе, цены я вам уже показал в магазине. Самый дорогой из всего чека это, конечно, пивас. Вот тон растет, как на дрожжах здесь. И действительно, идя в магазин, ты думаешь, блин, а хочешь ли ты его? Ну, вот сами посмотрите. Шесть банок турецкого Ефеса. 350 лир. Блин, это, представляете, тысяча рублей. То есть, одна банка 180 рублей стоит. Это не какое-то, вау, пивко, да, там. Это обычный Ефес. Сыр, собственно, уже и показывали. Ведро творога 750 грамм. В следующем выпуске затестим вообще, как он на вкус. Макарошки барила. Цельная курица и чечевица. Без оливок в Турции вообще нельзя. Ну и вместо сметаны взяли вот такой вот йогурт. Но вот эта вот фирма хорошая и как бы сметана. Еще черные маслинки. Взяли провод заряжаться, у нас сломался. 140 лир стоит. Мы, кстати, за такую же цену провод покупали в Таиланде. Детская зубная щетка. Салфеточки. Про этот мы уже сказали, что он теперь сколько стоит? 9 лир. Обычное масло растительное. Молочко тоже вам показывали, его и взяли. Порошок. Нам нужно все перестирать. С гранолой также вас уже знакомил. Масло губки показал. В общем, ребятки, вот это вот все нам обошлось в 1563 лиры. Ради интереса, коль у нас в основном аудитория из России, давайте зайдем в тот же перекресток и накидаем примерно такой же набор в корзину и посмотрим сколько это будет стоить. У меня все готово, давайте посмотрим сколько здесь в корзине. Хоп. В корзине вышло все то же самое. Те же 4500. Здесь очень важно сказать о том то, что здесь в Турции нет таких объемов как 400 миллилитров либо 0809. Здесь молоко литровое, то есть ты покупаешь в любом случае больше молока. Макароны здесь 500 грамм, не 400, а 500. И так в принципе абсолютно по всем позициям. Ну вот цена плюс-минус одинаковая. Уже в следующем выпуске мы сходим на рынок и вот там посмотрим фрукты и овощи. И мы не просто их посмотрим, мы еще их покошмарим на нитраты, ребята. Ну что, Тём? Вкуснятина. Роди. Мирошка, давай пробуй, вкусно будет? Да. Ну пробуй скорей. Пробуй сок. Сось, сось. Дюсс. Вкусно? Да. Посмотрите, какое огромное количество килограмм апельсин мы надавили. Я даже не представляю сколько. Это вот большущий пакет. О, Мигроса, оно вообще неподъемное. С этого всего у нас получилось вот такой графин. Пока мы жали, мы уже один выпили. Да. Нажали еще один. И еще вот такая вот пятилитровая канистра. Ха-ха-ха. Все, сейчас это дело надо загрузить в холодильник. И очень круто будет освежать нас. Опа. Ой, ребятки, что мы сейчас будем с вами делать? Вы только посмотрите. Средиземочка, наконец-то. Да-да-да, мы сейчас будем купаться. Опа. Вода, кстати, не ледяная. 19 градусов. На улице единственное, что ветерок. Ну и ладно. Я уже переоделся, видите? Мне тут осталось-то только зайти. Привезли мы футболку. Это все наши донатеры, кто поддерживал нас, значит, путешествие на Турцию. Вы просто находите себя, ищите, отписывайтесь в комментариях. Здесь все-все-все-все-все люди, кто участвовал. И самый у нас, значит, донатер, который отличился, он говорит, меня, пожалуйста, напишите сзади. Ха-ха. ТЦЛ, огромный привет. В общем, ребятки, всем огромный привет. Я сейчас быстренько одеваю эту футболку. Да-да, мы идем купаться в холодное Средиземное море. Ну что, ребятки, я готов. Пойдемте пробовать водицу. Слушайте, ну я скажу, что это не так-то холодно. Это, знаете, не та история, когда я купался в Сочи, и там 11 градусов, ты просто быстро заходишь и выбегаешь, потому что трындецко холодно. А здесь более-менее. Ну что, ребята, давайте, в общем, ныряем вместе с камерой. Раз, два, три. Пацан сказал, пацан сделал. Ой, какое оно соленое. Фух. Фух. Давайте еще раз ныряем. Фух. Фух. А? Фух. А? А? Очень сильно бодрит. Фух. А? Фух. класс все лайкосик прям сразу заряжаете ну как с таким видом да не купаться я очень скучал посредиземки а выходишь стать вообще нормально такой вот ребятки первый выпуск из турцию нас получился что нас ждет дальше так что обязательно подпишись чтобы не пропустить а